всем привет с вами Денис вы на канале soundfellow идея сегодняшнего ролика возникла очень просто к нам салон на ознакомление приехал очень интересная акустика Russell red 120 акустика которая практически нигде не представлена и достаточно редкая в наших просторах и пока мы ее изучали слушали у меня возникла идея что я должен поделиться с вами своим впечатлением и рассказать об этой акустике потому что она крайне интересно интересно здесь буквально все во-первых они крайне интересно выглядят в нестандартном корпусе с нестандартной лицевой панелью достаточно не глубокая в принципе не очень-то и широкая с интересным кабинетом о чем я как раз и расскажу а также она интересна тем что создатель данной акустики рассел кауфман который в этой индустрии уже очень много лет он работал и в барус вилкинс и в морель и в других компаниях и как-то в один момент ему пришла идея создать собственную компанию по производству акустики модель наряд при этом у них не очень большая она представлена в виде пара полочников пара напольных акустических систем вот у нас допустим старший акустической системой из напольной серии вот они мы и расскажем рассел лет 120 начнем пожалуй с внешности внешне данная акустика достаточно компактная напольная акустика с небольшими динамиками с интересно сделанным кабинетом из натурального шпона есть несколько вариантов отделки более светлые более темные вот у нас в орехе как всегда классический любимый цвет доминанты в дизайне является черная лицевая панель с надписью гасал с достаточно небольшими как я уже сказал динамиками и с передним фаза инвертором который мы можем наблюдать снизу сзади же у нас две клеммы они расположены достаточно высоко в центре такого кружочка где написана различная техническая информация клеммы 2 вариантов других подключений кроме как двумя жилыми кабеля у вас нет ну и в принципе здесь это и не требуется согласно концепции производства данной акустики ну а внизу она установлена достаточно массивную площадку с четырьмя шипами которые можно регулировать собственный и наклон и немножко высоту данной акустики что касается динамиков за верхние частоты отвечает 25 миллиметровый twitter купольный тут все по классике а за нижней и средней частоты отвечают бумажные сто тридцати пяти миллиметровый господи сто тридцати миллиметровые динамики это бумажный диффузор специальной пропиткой собственно отвечают они за средние и низкие частоты это две с половиной полосы конфигурация то есть второй динамик отвечает именно за среднюю частоту а нижние уже за низкие частоты что касается частотного диапазона тут в первую очередь удивляет нижняя планка она достаточно низкая заявлена от 25 герц до 22 килогерц ну то есть верхняя не удивляет это купольный twitter там все понятно вот то что такая низкая планка то есть говорит нам о том что должен быть глубокий бас и можно было подумать что это просто маркетинговые лобки но почему бы не написать низкий частотный диапазон но в начале видео я сказал что это акустика не стандартная интересная странная и поэтому мне захотелось поделиться о ней информацией дело в том что сама концепция данной акустики противоречит большинству наших роликов и большинство той акустики о котором мы тут рассказывали то есть другие производители стараются максимально задемпфировать корпус чтобы избежать паразитных резонансов чтобы избежать окрасов звучания здесь же идея была в другом то есть чтобы избежать окраса звучания они не убирают звук корпуса а наоборот добавляют ну не просто так это сделано тут несколько было применено решение первую очередь отбирали специальные динамики они не сказать что какие-то волшебные но техническая команда разала подбирала каждый динамик вручную там очень интересно они во первых давали ему звучать вне кабинета оцениваю его звучание если оно нравилось значит и в кабинете она будет играть хорошо и тут уже идет тонкая акустическая настройка самого кабинета внутри корпуса нет специального демпфирующего материала почему они в принципе с этим борются они считают что лишний демпфирующий материал конечно убирает паразитные резонансы но замедляет время отклика замедляет динамику практически ее убивая они хотели чтобы данная акустика наоборот была динамичная и звук был без проседаний под каждым динамиком находится специальная полка распорка назовем ее так с разными акустическими отверстиями причем акустические отверстия разные буквально там под каждой секцией разное количество все это было просчитано тонкой акустической настройкой насколько я понял мне компьютером а в прямую применяя такой вот стандартный технический инструмент как собственные уши идея в основном заключалась в том чтобы уловить средние частоты в небольшой части этого корпуса где будет демпфирующий стоппер где-то на 100 герцах а нижней части так сказать для басов дать прямом смысле расслабиться и выдать весь диапазон а в нижней части корпуса прямо над виденном портом фазы инвертора проходит трубка которая закреплена прочность скобой но в отличие от многих таких решений она не загибается снизу она выходит просто в общее пространство кабинета перед самим портом фазы инвертора вот именно так видимо добились такого низкого порога по нижней части диапазона и как это работает вот давайте я расскажу как это вот именно звучит и здесь вот лирическое отступление нам тут пришлось повозиться и подобрать усиление для этой акустики правильно и хорошо звучащие потому что с простыми транзисторными усилителями в классе об этом в 100 и выше тысячах данная акустика играла примерно никак ну то есть играла но был звук и в общем то прикол уж извините за сленг понять было сложно потому что не было ничего особенного но если подобрать интересные правильное решение вот я вам скажу самый нестандартный подход но мы взяли copland из нашего предыдущего обзора 405 и подключили к этой акустике и тут дело видимо и в том что и copland хороший усилитель как я и говорил в том обзоре работает с любой акустикой и в том что данной акустике видимо нужна лампа может быть побольше тока или получше контроль но вот с лампой с copland да с хорошим источником они зазвучали потрясающе то есть тут действительно быстрый динамичный хлесткий бас он действительно глубокий вообще не ждешь вот в этом случае вообще от них этого не ждешь он пробегает при этом бас звучит не как просто гул как низкочастотный гул или просто который давите на грудь бас звучит как инструмент то есть слышишь эти инструменты которые отвечают за низкой составляющей ты слышишь трубы контрабаса и это прям вау потому что вначале я смотрел на них достаточно скептически потому что ну и внешне мне нравится красиво не спорю но достаточно спорно и звучали они так ну красивенько но если подобрать copland и вот это все раскрывается она поет а если еще винил подключить да это акустика для любителей аналогового звучания для любителей хорошей акустической музыки для симфонического оркестра или даже для рок музыки потому что бас то тут плотный его слышно а джаз как тут заиграл в общем впечатления оказались намного выше чем я ожидал поначалу данная акустика действительно очень живая у нее есть свой окрас но он просто ложится тебе на сердце и главное чего они добились вот действительно это динамичности воспроизведения отсутствие демпфирование подпевающий в такт работы динамиком корпус дает действительно потрясающий результат ты да у них нету какой-то большой голографической сцены но сцена хорошая локализованная это не голографическая сцена баус вилкинс или кеф она живая то есть ты на концерте но на драйвовом концерте на рок или джаз концерте но главное это эмоции эмоции у меня здесь максимально положительная поэтому я советую послушать эту акустику любите живое аналоговое звучание вот она это пара акустики которая может вам действительно понравится поэтому данное решение она хоть и спорная но я его всецело одобряю зачем нам все время одинаковое решение давайте экспериментировать и получать что-то интересное что действительно дает какую-то новую положительную эмоцию при прослушивании музыки поэтому и захотелось вам об них рассказать ну немножко эмоционально но рассказал все что хотел на этом у меня все с вами был denis поставьте лайк этому видео напишите комментарии если понравилось и если не понравилось если какие-то остались вопросы обязательно них ответим и если вам нравится наше видео подпишитесь на наш канал это поможет развитию нашего канала значит будут выходить новые видео про хорошее интересное решение в мире хай-фая и вы узнаете что-то интересное а впереди это что-то интересное и будет с вами был denis всем пока а